В хозяйствах республики идет подготовка семян к весеннему севу. От качества материала зависит будущий урожай. Вопросы семеноводства и фитосанитарного состояния угодья обсудили в Чувашской сельхозакадемии. Теплая зима диктует особые условия ухода за семенами. Мониторинг их качества ведется постоянно. Сначала на засоренность, а потом на всхожесть. Запрещают использовать для посева посадки семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов и так далее. На территории Чувашской республики работает у нас 377 сельскохозяйственных предприятий, опытных и научно-исследовательских учреждений 3. Всего 562 сельскохозяйственных предприятий. Семеноводских хозяйств у нас на сегодняшний день 16. Специалисты признают, качество семян яровых, зерновых и зернобобовых культур в республике оставляют желать лучшего. Это связано с тем, что большинство сельхозтоваропроизводителей осенью закладывают неочищенные семена, которые в процессе хранения приобретают повышенную влажность. Естественно, там плесни начинают размножаться. Развивается очень бурно плесни. Вот вы видели 40-45% заплесненных семян. Сейчас из 100 тысяч тонн проверенных семян доля кондиционных составляет 70%. В последнее время хозяйства стали больше закупать со стороны элитный материал. Объясняется это тем, что увеличилось субсидирование на их покупку. Еще одна серьезная проблема теплой зимы – вредители, сохранившиеся в земле из-за непривычно теплых температур. В этом случае специалисты настаивают на химической обработке. Многоядные вредители – это первую колонку занимают. Мышевидный грузинок, проволочник, совки, луговой мотылек. Обязательно против этих вредителей должно быть дополнительное обследование и подготовиться, может быть, даже при благоприятных погодных условиях, химическим обработкам. Зашла речь на семинаре и о быстром распространении борщевика сосновского. Около 300 гектаров земель уже заражено. В этом году борьбу с этим растением активизируют. Агрономы и студенты обсудили, как в нынешних условиях бороться с некоторыми видами заразных болезней. В республике их выявлено около 30 видов. А такие вирусы и фитоплазмы, по мнению экспертов, способны существенно снизить урожай отдельных культур от 20 до 80 процентов. И это серьезная угроза. Порой даже химикаты не дают ожидаемого результата. Сейчас начали внедрять биотехнологический метод размножения. Такая вот картошка из пробирки свободна от болезней и может сохранять защитные свойства до пяти лет. Новые сорта сельскохозяйственных культур испытывают в условиях региона. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.